Получить президентский грант довольно сложно. Пытались подавать документы многие участники семинара, но далеко не у всех получилось выиграть деньги. Кто-то был неубедителен, кто-то оформил бумаги не так. Для того, чтобы рассказать обо всех подводных камнях и приехал в Рязань советник генерального директора фонда президентских грантов Владимир Татаринов. Вот и письма поддержки партнеров. Дополнительные ресурсы, которые привлекаются к проекту. Они говорят, что это дополнительные ресурсы, которые вы как заявитель привлекаете к проекту. И донор, к которому мы обратились, какие вы собственные ресурсы привлекли, какие ресурсы партнеров, и что в комплексе проект логический компонент. Откуда вы берете какие деньги. У руководителя Рязанского отделения общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов Афганистана Сергея Караева множество планов. Речь не только о патриотическом воспитании. Например, можно реализовать проект по работе с детьми-аутистами, помогать другим рязанцам с ограниченными возможностями, обеспечить социальную группу, которая будет доставлять детей в бассейн «Дельфин». Еще один важный проект, который может получить президентский грант создания музея. Услышал много интересного про создание и формирование музея, который имеется в программе нашей ассоциации, для непосредственно презентации и размещения экспозиции частного характера от матерей, от вдов, которые не сдаются на постоянное хранение, а имеют возможность к смене. Участие в семинаре приняли представители самых разных организаций. От советов ветеранов до молодежных объединений. Владимир Татаринов подробно рассказал об основных этапах социального проектирования. Начиная от работы с инициативами до составления бюджета и реализации идей.